Добрый день, приветствуем вас на канале интернет-магазина Энергомаг, меня зовут Александр, я предлагаю видео на тему источник бесперебойного питания для котла с правильной синусоидой и внешним аккумулятором Real-L, UPS 1000. В предыдущем видео я обещал, что на стенде проверю характеристики данного источника бесперебойного питания на соответствие с заявленным в паспорте. Также в начале видео хочу поблагодарить наших подписчиков, которые остаются с нами и помогают развивать наш канал. Огромное спасибо. Для данного видео я подготовил сам источник бесперебойного питания, латор, на котором буду изменять напряжение и нагрузку. В качестве нагрузки это лампы на 200 Вт, на 100 Вт. Мы проверим, выдерживает ли он нагрузку, заявленная мощность 600 Вт. Ну, а теперь хочу поближе рассказать о самом источнике бесперебойного питания. Источник бесперебойного питания, как я и говорил, мощность 600 Вт, имеет дисплей, на котором отображается, вот вы можете видеть напряжение, которое входящее или подается на данный источник бесперебойного питания. Но оно немного отличается. Вот на латоре 222 источник бесперебойного питания показывает 219 В. Напряжение на выходе, частота 50 Гц, уровень заряда батареи, но сейчас показывает полную батарею, так батарею я не подключил, тоже рассказывал в предыдущем видео, что особенность данного источника бесперебойного питания, это возможность работы без аккумулятора, что есть не у многих источник бесперебойного питания. Вы скажете, зачем мне это нужно? Скажу так, если, к примеру, у вас дача где-то находится далеко за городом и, не дай бог, выйдет из строя аккумулятор, то классический источник бесперебойного питания, он отключится и ваш котел, основное назначение этого источника бесперебойного питания для котлов, для насосов, для твердотопливных котлов, для газовых, останется без напряжения. Данный же UPS или UBP будет работать просто как стабилизатор. И когда мы изменяем нагрузку, я говорил, вот я сейчас буду добавлять 200 Ватт, вы можете посмотреть, появляется, наверное, не совсем видно, но показывает уровень загрузки источника бесперебойного питания. А сейчас мы проверим заявленные характеристики по напряжению. Я буду постепенно понижать напряжение, 216, 210, вы можете увидеть, на дисплее понижается напряжение, но на выходе 220 Вольт. 196, заявленные характеристики, что он работает до 150 Вольт. 175, 174, 169, 144, а даже, по-моему, не 150, а 150. Ага, вот теперь отключилась нагрузка, повышаем напряжение постепенно, 156, 157. Есть встроенная защита в этом источнике бесперебойного питания, поэтому он сразу не включается. Для того, чтобы его опять включить, мы его подключаем и опять же включаем. Это сигнализирует о том, что он включается. И сейчас проверим по нагрузке. Теперь включаем 200 Ватт, еще 200 Ватт и 100 Ватт. Вот, сейчас можно видеть, что повышаем напряжение. Нагрузка при этом, даже при низком напряжении, 500 Ватт он вытягивает. Чем ниже напряжение, тем, соответственно, тяжелее работать источнику бесперебойного питания. Происходит приключение. По высокому напряжению он, я, к сожалению, не смогу его до 275 Вольт поднять на данном Латре. Ну, поверим производителю, что он работает до уровня 275 Вольт. Далее, все это время, пока я вам рассказывал, с тыльной стороны я сейчас покажу этого источника бесперебойного питания. Имеется вентилятор или кулер, как на него еще говорят. Он работает. Вот сейчас вот кулер работает, это говорит о уровне шума. Вот он вращается, даже не слышно, как он работает. Потому что во многих источниках бесперебойного питания эти кулеры так гудят, что даже люди в другой комнате слышат. Это является, конечно, преимуществом данного источника бесперебойного питания. Вот такое видео хочу напомнить, что интернет-магазин «Энергомайн» является официальным представителем торговой марки «Риэлэй». Два года гарантии имеет этот источник бесперебойного питания. В предыдущем видео рассказывал основные характеристики, комплектацию. Учитывая, что мы проверили и все характеристики соответствуют заявленным, интернет-магазин «Энергомаг» рекомендует приобретать данные источники бесперебойного питания. И, как и в прошлом видео повторюсь, данный поставщик обеспечивает мощный сервис. Сервисные центры есть во всех областях Украины. Если, не дай Бог, даже выйдет из строя этот ИБП, его можно отремонтировать. Ну вот такое видео. Если вопросы остались, задавайте в комментариях к данному видео. Если видео понравилось, ставьте лайки. Если еще не подписаны, обязательно, обязательно подпишитесь на наш канал. Мы постоянно снимаем видео по электроснабжению, энергоснабжению, молния защиты, заземления, электромонтажной работы. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok